Аварии на дорогах не редкость для городов, зачастую виновниками в таких случаях становятся водители или же пешеходы. Но вот за чертой города ситуация немного иная. Там под колеса автомобиля может попасть дикий зверь, который просто неожиданно выбежал на проезжую часть. И пусть сейчас для того, чтобы снизить количество таких происшествий, принимаются различные меры. Устанавливаются информационные указатели, заборы, специальные подземные переходы и другие инженерные сооружения. Количество аварий, если и уменьшается, то незначительно. И на это есть две основные причины. В первую очередь, с каждым годом на 15-20% увеличивается количество самих животных. В основном в ДТП попадают такие копытные животные, как лось и косуля. В меньшей степени попадает олень. Чаще всего ДТП совершается в утреннее и вечернее время. В дневное время практически животные не выходят на дорогу. Связано, прежде всего, с тем, что животные ведут скрытый образ жизни ночной и они выходят на кормление. Для того, чтобы снизить количество таких ДТП, водителям необходимо быть особенно осторожными на дороге в темное время суток в районе Лиды, Щучино и Ивья. А также внимательно следить за предупреждающими знаками. За 9 месяцев текущего года на территории Гродницкой области произошло 366 аварий с участием диких животных. За аналогичный период прошлого года таких ДТП было зафиксировано 348. Большинство аварий происходили именно на автодорогах республиканского значения. На автодороге М6 было зафиксировано 83 наезда на диких животных. КОНЕЦ